Представители зарубежных и российских научных сообществ, нефтегазовые компании, органы власти и журналисты сегодня собрались на одной площадке, чтобы обсудить острые экологические проблемы. В этом году четвертая международная научно-практическая конференция Евроарктика собрала более 60 участников. Главная тема форума была посвящена сохранению окружающей среды и освоению арктической зоны. Поделиться опытом с наринмарскими коллегами и гостями самого масштабного мероприятия Северо-Запада приехал Одвард Хаген, сотрудник одного из лучших учреждений страны фьордов – университетской больницы Северной Норвегии. Она предоставляет услуги мирового уровня и имеет сертификаты качества ряда европейских и всемирных организаций. Кроме первоклассного лечения, сотрудники больницы занимаются научными исследованиями и образовательными программами для пациентов. Кстати, они очень частые гости Архангельской области. Международная дружба имеет 20-летнюю историю. Сегодня у Одварда Хагена, пожалуй, один из самых интересных докладов – как больному помочь и при этом природе не навредить. Ведь свои услуги университетская больница предоставляет в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны. Одна из идей в том, чтобы усилить местное здравоохранение тем, чтобы дать доступ к специалистам. Если пациенту нет необходимости совершать длительное путешествие для того, чтобы пообщаться со специалистом, это является большим преимуществом. Необходимость совершать длительные поездки является также нагрузкой на природную среду. Поэтому снижение поездок – это один из способов снизить воздействие на природу. Научно-практическая конференция «Евроарктика-2017» стала площадкой не только для обсуждения вопросов в экологии, но и недропользования. Сегодня активно участвовал в дискуссиях начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Лукоилкоми» Владимир Костылев. Мне доклады очень интересны. Со многими людьми наша компания работает. Начиная с этой четвертой конференции и дальше мы будем обязательно принимать участие. Мы – наши специалисты на компании «Лукоилкоми». Поскольку мы работаем в двух регионах – это Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Оба региона имеют непосредственное влияние на арктическую зону, влияние на производственную деятельность. Чтобы в полной мере обеспечивать безопасность окружающей среды в районах производства, по словам Владимира Геннадьевича, «Лукоил» реализует собственные экологические программы. Объемы и финансирование растут из года в год. А это и замена трубопроводов, и строительство экологичных производственных объектов, и регулярные учения. Также в Наринмаре проходило мероприятие, тренинг по спасению животных от некеновозгрязнения. Мы также принимали участие в этом тренинге. Компания «Лукоил» была инициатором этого тренинга. О своем видении проблемы освоения Арктики на конференции рассказали и представители Института криосферы земли Тюменского научного центра, Петрозаводского госуниверситета, Института проблем промышленной экологии Севера, Кольского научного центра РАН и другие организации. Безусловно, результатом работы конференции будет некая резолюция, куда войдут те рекомендации, которые участниками в процессе сегодняшней работы будут выработаны. То, о чем сегодня было сказано на конференции, выводы должны переходить в некую нормативную плоскость, то есть, соответственно, предложения по до настройки нормативной базы для реализации тех предложений, которые будут выработаны. Напомню, научно-практическая конференция Евроарктика проводится в Ниньском округе уже в четвертый раз. В 2015 году участники мероприятия обсуждали освоение углеводородного потенциала региона и прилегающего шельфа. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.